здравствуйте михаил добрый день день я вас представлю зрителям вы директор института свободной экономики так все правильно михаил чернышев значит я сразу хочу вам сказать и это не потому что с вами сейчас вот общаясь по skype вы единственный экономист которую я вообще могу слушать и вслез воспринимать как предприниматель потому что то что я слышу вокруг здесь последние годы активная деятельность меня там финансовая экономическая скажем так 10 лет голове это не укладывается вот я хотел бы чтобы сегодня наш разговор имел такой характер скажем так образовательный может просветительные не знаю как правильно сказать для людей потому что у меня пока небольшая аудитория всего три месяца в публичной плоскости и вижу что люди совершенно массово не понимают как работает экономика откуда берутся деньги вот об этом поговорить хорошо давайте тем более просвещение это одно из основных направлений нашей деятельности вот скажите вот по моему мнению причина массового заблуждения людей кроется в том факте что наша территория была поражена вирусом коммунизма когда-то то есть было с ссср вот эти все большевики все эти негативные моменты это мягко говоря вы согласны с этим или вы видите в другом причину что тотальное большинство не понимают что происходит в экономике просто людей население граждан нас отчасти можно так сказать что виноват в этом советский союз и все что с ним связано проведение своего рода такого отбора но все таки это не это главное я думаю что самое главное то что в принципе не только в нашей стране не только в украине вообще во всем мире люди большинство людей слабо себе представляют что такое экономика на самом деле и как она работает и причина здесь какая дело в том что ну допустим мы не можем сказать что большинство людей говорит будет утверждать что она идеально разбирается в математике там сложных интегральных исчислениях и в прочих современных исследованиях математических или там физики в квантовой физике там химии почему потому что они этим большинство людей не занимается и они разумно считают что раз они этим не занимаются значит очевидно и слабо в а есть какие-то специалисты математики физики химики инженеры которые этим ежедневно занимаются очевидно они в этом что-то понимают думает большинство что же касается экономики то это по факту вообще человеческой деятельности получается что все люди этим занимаются и каждый человек думает раз он этим ежедневно занимается значит он в этом все прекрасно понимает это во-первых а во-вторых если мы говорим будем разбираться что такое экономика как она работает и как общество должно как люди должны взаимодействовать в обществе чтобы жизнь их была лучше чем сейчас то окажется что каждому человеку нужно самостоятельно работать добывать хлеб насущный себе на жизнь это звучит страшно но на самом деле так и есть и действительно мы этим каждый день и занимаемся а и тут вот уже встает такой психологический момент что естественно это тоже является одним из законов экономики что человек стремится избавиться от беспокойств работа всегда в абсолютном большинстве случаев это негативный фактор то есть этого хочется избежать и поэтому когда кто-то предлагает избавить от беспокойств и не требует этого от людей работать то есть если мы говорим о коммунизме социализме что у вас все будет и вам для этого ничего не надо делать это такой очень соблазнительный момент и психологически люди готовы на это соглашаться этому верить больше чем чему-то другому то есть даже если они подсознательно думают сюда все таки нужно что-то делать кто-то должен это производить еду одежду транспорт другие какие-то услуги то лучше все таки пусть это делает кто-то другой тем более если например государство обещает что это все будет и так общественный транспорт бесплатная медицина бесплатно обучение и все прочее то давайте в это поверим и может быть действительно так и будет тем более для этого ничего на не надо делать поэтому то есть вот два таких основных момента это все таки то что люди ежедневно участвуют экономической деятельности поэтому считаю что каждый разбирается даже не читая книг не занимаясь какие-то научными исследованиями и хотя или хотя бы знакомясь с исследованиями научными других людей кто этим уже занимался поэтому считаю что этим занимается во вторых хотелось бы ничего не делать но все было поэтому если кто-то обещает значит люди за этим склонны идти ну а в третьих то что вы назвали сначала то что социализм у нас здесь провел такой отбор людей разучил людей самостоятельно зарабатывать себе на жизнь обещал золотые горы кисельные берега что у всех все будет работать надо будет только если захотите то добавим сюда расстрелы репли репли репрессии выезд предпринимателей ученых из советского союза то есть потенциально здесь остались люди которые склонны больше верить в том что кто-то им все обеспечит для этого ничего не надо делать ну и поэтому третье вернее первая причина которого назвали это да тоже это влияет но это не основополагающий фактор но базовая ошибка вот по моим наблюдениям состоит в том люди не понимают вот у них в сознании сидит если бесплатно они не понимают что значит кто-то другой за это заплатил так если что-то для кого-то бесплатно значит другой гражданин это уже оплатил у государства своих денег нет ну поэтому мы часто когда проводим обучение наших студентов одна одних из первых лекций всегда привожу пример так называемого робинзона на необитаемом остров и вот человек попал на необитаемый остров и вопрос кто ему что бесплатно обеспечит все то есть ловить рыбу делать себе жилище добывать каким-то образом огонь прятаться от дождя где-то искать питьевую воду все только он сам может себе обеспечить занимаясь такой экономической деятельностью допустим кто-то еще второй появился не повезло еще второму человеку тоже кораблекрушение он тоже попал на этот остров теперь их двое вопрос кто им бесплатно что обеспечить то есть каждый только может обеспечивать сам себя и взаимодействие обмениваясь каждый тем что производит с другим человеком могут делать друг друга богаче никто бесплатно не предоставит добавляем сюда 3 чего человека 5 6 40 миллионного как в украине ничего не меняется то есть чтобы что-то появлялось должен кто-то что-то производить до можно обмениваться чтобы быстрее повышать свой уровень жизни но как только мы говорим что кому-то что-то должно предоставляться бесплатно это значит однозначно что кто-то что-то производит у него нужно его отнять там обманом или силой и передать тому кто считает что ему должно быть что-то бесплатно и люди и ну настолько вот мы говорили о том что люди хотят верить что бесплатно может быть для этого ничего делать не надо и поэтому даже объясняя вот на этом примере на других примерах вот люди могут закрывать глаза и говорят нет ничего не хочу не слышать государством не должны обеспечить бесплатную медицину допустим и всего то что медики не могут работать бесплатно им нужно платить здание кто-то вложен поликлиники построить оборудование тоже кто-то должен создать получается что все нужно это у кого-то отобрать если считать это бесплатным и дать этому человеку который хочет бесплатно лечиться ну так собственно и происходит у всех это отнимают и предоставляют этому человеку бесплатно но парадокс заключаться в том что у этого человека тоже отнимают то есть условно говоря если бы он сам платил за медицину он выплатил 10 процентов от своего дохода так он платит намного больше вот и все но это выглядит бесплатным поэтому люди на это идут но если мы говорим уже о медицине то сложность в том что люди работали там при советском союзе сейчас уже при украине всю свою жизнь платили налоги а сейчас они на пенсии да не работают возможно здоровье уже даже не позволяет и человек действительно хочет желает получить медицину тем более он теперь в этом очень нуждается бесплатно потому что сбережение у него нет никто ему не позволит сделать заплатить он не может и поэтому да давайте бесплатно и когда ему объясняю что это грабеж других людей то у него просто безвыходная ситуация ну допустим он поверил но грабеж на что ему делать умирать поэтому люди говорят что должно быть бесплатно я всю жизнь работал и поэтому я заработал но вот это кстати очень интересная такая фраза я все же я всю жизнь работал поэтому заработал себе там на пенсию на бесплатно еще что-то но вопрос том ты заработал не бесплатно ты работал не для кого-то ты работал зарабатывал себе на жизнь вот ты что-то получал и поэтому никто тебе сейчас на самом деле ничего не должен то что такое сейчас у тебя плохое состояние то есть там 3000 гривен пенсия и ты не за что не можешь заплатить не за медицину не за обучение там внуков даже коммуналку толком не может объяснить не можешь облатить но эта проблема в том что тебя всю жизнь отнимали деньги не давали сделать сбережения на старость делать какие-то инвестиционные вклады чтобы ты мог жить потому что смотрите парадокс же заключается в том что в странах стране если бы в стране была свободная экономика ну допустим если бы не было налогов условно скажем то в таком обществе пожилые люди это будут самые богатые люди общества ну потому что они все же несколько десятилетий работали зарабатывали деньги делали сбережения там не знаю покупали квартиры инвестировали в какие-то компании то то есть за 30 40 50 лет они но уже столько денег накопили что молодого человека просто физически этого не может быть 20 30-летний он только начинает это делать поэтому свободном обществе пожилые люди это самые богатые люди в таком обществе причем это не только ну в теории даже если мы посмотрим на относительно свободные страны ну скажем которые до недавнего времени были относительно свободными скажем соединенные штаты америки то там пенсионеры это ну люди пожилого возраста это самые богатые люди америки я даже все время в этом случае вспоминаю есть много каналов таких про коммунистических где там ругают блогеры капитализм восхваляют социализм и вот одного такого блогера я помню он переехал америку ну и соответственно там все его видеорепортажи это критика америки как плохо это плохо это и вот один из его видеороликов он решил посвятить 3 тому как плохо живут пожилые люди в америке самое интересное что начинают этот свой ролик фразы хорошо прежде всего я должен сказать что конечно в америке пожилые люди это самые состоятельные члены общества и потом дальше переходит начинать критиковать как там плохо с пенсиями как плохо живут люди и так далее то есть мы сам сам по себе проговорился но как бы заказ свой личный или чей-то по критике капитализма надо выполнять поэтому дальше пытался критиковать вот и сейчас конечно если мы говорим о нынешней ситуации раз уже могу заговорили о пенсионерах и сложной жизни да это проблема то есть если допустим мы сейчас вдруг не будет налогов все начнут будут свободными и экономика начнет бурными темпами развиваться то получается что пожилые люди особенно которые уже не трудоспособны там по причине здоровья получается что них не будет государственной пенсии ну раз нет налогов да действительно сложной ситуации и с этим нужно делать то есть но здесь все равно проблема не в том что пенсионеры находятся в проблемном состоянии поэтому ничего не надо менять потому что они находятся проблемности состояния потому что до сих пор экономика была не свободна но это что не значит что и молодежь сейчас должна дожить до пенсионного возраста и оказаться в таком же положении надо обязательно что-то меня как менять это уже другой момент а менять надо опять же я часто на лекциях привожу такой пример в ну чтобы проэлицировать эту ситуацию представьте какого-то человека держат какие-то вымогатели бандита дело держат заложниках выкрали да и где-то посередине пусть пустыни в какой-то там землянки кормят так чтоб только не умер он уже вот все равно полуголодный скоро умрет посередине пустыни сахара вопрос одно это плохо да вопрос надо его выпускать потому что если они уйдут его освободят атаков от цепей то он просто ну никуда не дойдет по пустыне просто умрет но это же не значит что его не надо освобождать поэтому нужно освобождать но нужно придумать как сделать так чтоб он не умер вот так же и с современными нашими пенсионерами если мы переходим к свободной экономики то нужно продумать просто как уменьшить или нивелировать проблемы которые смогут произойти с пенсионерами но это не значит что экономику не надо освобождать но я говорю о свободной экономике потому что у нас институт называется институт свободной экономики поэтому часто об этом говорю вот но на самом деле проблемы с пенсионерами при переходе свободной экономики тоже не так страшны потому что если мы сейчас посмотрим реально то у каждого пенсионера есть дети внуки родственники и принципе они все равно их содержит то есть но невозможно там на 2000 на 3000 особенности все равно по факту большую часть средств они получают от родственников более молодых пенсионеры поэтому если мы в этом смысле отменим государственную пенсию ради того чтобы избавиться от налогов и государственного регулирования и дать экономики расти то эти пенсионеры у которого их родственники не станут жить хуже ну да есть одинокие пенсионеры но их меньшинство по сравнению со всеми остальными и поэтому вопрос сложный вопрос решения что делать с пенсионерами когда они будут государственной пенсии решается намного проще потому что нас окажется не там 10 миллионов пенсионеров о которых нужно как-то подумать и позаботиться да полмиллиона допустим вопрос уже более решаемый вот если перейти к практической стороне вопроса я вот например своим подписчикам утверждаю что война это чуть ли не ну как бы не звучало может быть цинично или парадоксально для них идеальное время для либертарианских экономических реформ вы как считаете смотря что считать либертарианскими реформами сразу скажу что наш институт не либертарианский все-таки институт экономики а экономика это наука не о целях о средствах то есть хотите строить либертарианское общество для них есть одни цели экономика но средства экономии экономическая наука может подсказать какие-то средства до хотите строить коммунизм экономическая наука может подсказать как это сделать, и так далее. Но если мы говорим о том, чтобы, если говорить не о либертарианстве, о том, что война – это хорошее время для того, чтобы дать толчок экономическому развитию, то в этом смысле да. Но здесь что можно сказать? Дело в том, что проблема несвободы экономики, понятно, что заключается в государстве, что оно регулирует, сковывает экономическую деятельность людей, и поэтому тормозится рост экономики. И государство, оно так уже устроено, что само себя оно не ликвидирует, само себя оно не ограничит, наоборот, оно всегда стремится расширяться, то есть увеличивать регулирование, увеличивать налоги, то есть увеличивать свое вмешательство в деятельность людей, в частности, в экономическую деятельность людей. И если мы говорим о войне, то она может помочь в том смысле, что когда государство может только ослабить свою хватку, это тогда, когда у государства, я имею в виду у политиков и чиновников, будут проблемы. В частности, проблемы с налоговыми поступлениями и проблемы с послушностью населения. Примеры можно привести, например, даже ту же Грузию. То есть почему там произошли реформы? Потому что государство уже полностью потеряло контроль, налоговых поступлений нет, люди живут сами по себе. Да, появились когорты воров в законе, которые как-то там начали регулировать своими законами и свою жизнь, и жизнь людей в стороне от государства. А государство вообще осталось не у делу. И поэтому единственный способ государству в этом случае взять свою власть опять в руки, это дать свободу. То есть, условно говоря, если отменить налоги, отменить регулирование, сделать их абсолютно минимальными, тогда людям уже проще подчиняться этому регулированию. И государство опять берет все в свои руки, и потом уже постепенно, опять так как оно не может не расширяться, увеличивать регулирование, поднимать налоги и так далее. И в этом смысле, ну даже опять же, если мы говорим, допустим, о 90-х годах Советского Союза, переходный период, начало новой Украины, то там тоже такая же ситуация. Почему была такая свобода частного предпринимательства? Потому что все рухнуло, то есть в государстве нет никаких непоступлений, ни средств, люди уже перестали подчиняться. Ну подчиняться в каком смысле, например, у всех людей были доллары, все рассчитывались между собой долларами, обменные пункты валютные на каждом углу. Магазины практически продавали только за доллары, товары, и при этом была уголовная ответственность за владение валютой, тем более же за расчеты или за торговлю. Но настолько экономическая ситуация ухудшилась, что люди просто иначе выжить не могли, поэтому они в этом смысле перестали подчиняться. В государстве не было ресурсов, и поэтому вот была такая свобода, только в этом случае. И потом уже государство постепенно только начало опять расширяться. И война — это тот же самый пример. То есть война, налоговых поступлений нет, люди перебуганы, вообще не слушают государства, кто бежит, кто самостоятельно вооружается. И государство потеряло контроль. Поэтому если бы оно настаивало на прежнем усиленном регулировании высоких налогов, то его бы просто не стало. Люди бы могли просто его смести физически, потому что хотят выжить. Поэтому сразу резко государство раз отменило налоги, ну в смысле снизило налоги, отменило регулирование, отменило таможенные платежи. И там резко, в те же дни. Но в то же время, как только люди начали, в общем-то, с этим смирились, условно говоря, ну да, и потом уже, когда как-то экономика начала работать, да, на низком уровне, но как-то стабилизировалось, и государство опять начинает возвращать налоги, возвращать регулирование и так далее. Поэтому война в этом смысле, да, это шанс в том, что государство прекращает регулировать или значительно ослабляет и снижает налоги. И это, да, прекрасный момент, но тут все зависит от того, как себя ведут люди, как мы себя ведем. То есть или мы начинаем этому радоваться и жить уже в таком режиме без налогов и без регулирования, экономика начинает бурно расти, или мы по старой памяти начинаем восстанавливать государственные институты, и они берут опять власть над нами в свои руки. Что бы этого ни произошло, то есть когда экономика освободилась, и люди опять не начали себе вешать хмут на шею, для этого они должны понимать, как экономика работает, что для них лучше, и для этого как раз нужно просвещение. Мы в этом смысле, к сожалению, не успели просветить людей должным уровнем. Поэтому если бы у нас это получилось, если бы мы раньше это начали, тогда сейчас во время войны налоги были бы отменены, регулирование отменено, и так бы осталось, то есть люди бы не позволили себе опять все это на себя взволить. — Ну можно же было сейчас сократить, скажем, 70% государственного оборота, например? — Государство само себя не будет сокращать. Государство, вот смотрите бизнес, кто-то сократился просто потому, что там бизнес остановился, да? Кто-то сократился, пытаясь сократить, сохранить бизнес, то есть сократил издержки там и так далее. В государстве этого ничего не произошло, то есть чиновники как получали зарплату, так и получают. Даже если они не ходят на работу, то по причине там, или они в зоне боевых действий, их рабочие места бывшие, или по какой-то причине еще, то, ну допустим, вот таможенные пошлины не взимаются, да, таможенники приходят все равно на рабочее место. То есть государство в этом случае не сократилось и сокращаться не собирается. Сократиться может, ну вот сейчас они объявили, сократим там 50% чиновников. Ну, во-первых, скорее всего сократятся просто должности, то есть вместо там трех министерств будет одно, но те же самые, весь тот же самый состав чиновников, то есть просто в этом одном министерстве будет столько же чиновников, сколько было раньше. Хотя если все-таки с деньгами станет совсем туго, то сокращение может произойти, но произойти опять же чиновников, чиновники, которые мало интересны вышестоящим руководству государства, то есть которыми можно пожертвовать, сбросить как балласт, но при этом расходы не сократятся государственные, просто чтобы в целом, условно говоря, вышестоящим чиновникам было полегче, они ниже стоящих чиновников некоторых могут сократить. Но я не думаю, что так произойдет. Может быть временно там сократят, на три месяца приостановят работу, выплачивать все равно деньги им будут, потому что законодательство так устроено, что кому-кому от чиновников, чиновников не помню сколько, но какое-то количество месяцев они в любом случае будут получать свою зарплату, даже если они их уволят. А потом, так как государство все равно стремится всегда расширяться, то есть брать на себя больше полномочий, в смысле больше регулирования, большую степень нешательства в жизни людей, поэтому, допустим, сократили на 50%, но потом эти 50% за полгода опять наберутся и станет их еще больше. Государство по-другому не может работать. И проблема здесь не в государстве, то есть это же не значит, что сидят в государстве какие-то злодеи, и планируют, как бы нам расшириться, как бы нам уходить жить людей. Нет, так никто не рассуждает. То есть когда вы пообщаетесь с любым из чиновников, большинство из них симпатичные люди, и душой, и телом, грамотные, образованные, хотят Украине добра. Но вопрос в том, что у них средства, средства они могут использовать только такие, которые наносят вред. Ну, фактически, если частный предприниматель берет себе сотрудника какого-то, и у него появляются расходы, то в результате появляется производство каких-то товаров и услуг дополнительно, или увеличилось количество, или новые товары и услуги, которые нужны потребителям, чтобы они платили деньги, теперь этого нового сотрудника можно содержать, платить ему зарплату. Когда появляется новый чиновник, то никаких новых продуктов и услуг не появляется. Появляется больше налогообложения, потому что нужно взять налоги и платить этому чиновнику. Поэтому какой бы прекрасный человек ни был, то есть даже если мы возьмем идеального предпринимателя, который построил там суперрыночную компанию успешную, и мы поставим его руководить каким-то министерством, или назначим его замминистром, или президентом, не дай бог, то это не значит, что он будет работать так же много пользы приносить людям, как он приносил, будучи частным предпринимателем. Нет, он начнет приносить людям только вред. Знаете, как на английском товары и услуги называется goods, да? Так вот, частный бизнес производит goods, а соответственно чиновники производят best. Ну да. Да, это исчерпывающий ответ. Переходим дальше. Важный вопрос. Гривна – инструмент грабежа населения? И можно ли перейти на евро, и нужно ли было бы это делать ранее? И возможно ли это было? Вопрос хороший. Ну, вообще гривна – это фиатная валюта, да? Или фидуциарная валюта. Имеется в виду, что это валюта, которая навязывается силой, ну, скажем так, условно назовем в кавычках, что это деньги, которые навязываются силой, или которые работают только потому, что люди верят в то, что они могут работать. Ну, государство им сказало, что это настоящие деньги, и люди верят. В этом смысле. То есть фиатная – это имеется в виду, что приказная, вам приказали пользоваться этими деньгами, да? Фидуциарная – другое название такой валюты, то, что люди просто в это верят. Так вот, эта валюта, фиатная или фидуциарная, она, в принципе, была придумана для того, чтобы делать людей беднее. Но, опять же, никакой злой человек об этом так не думал, когда ее создавал. Но он работал, создавал… Люди, которые создавали фидуциарную валюту, они делали это просто в личных интересах, потому что это делает их богаче, они могли даже не задумываться, что всех остальных таким образом это делает беднее. В чем смысл? Что вообще, исторически, деньги всегда были товарными. То есть появлялся какой-то… Если мы говорим о бартерной экономике, люди обмениваются тем, что произвели, но это сложно, да? То есть ты произвел один пуд чигуна, а тебе нужен торт для дочери на день рождения, да? Ты должен искать пекаря, которым нужен этот пуд чигуна. Очень сложно. Поэтому люди… То есть в таких условиях экономика не может быстро развиваться. То есть ты что-то произвел, а потом тебе нужно еще полгода ходить, искать, ну, кому это нужно, чтобы у него было то, что тебе нужно. Все это сложно. Поэтому люди стали замечать, что существует какой-то такой товар, который нужен всем. Поэтому если ты произвел пуд чигуна, ты, не задумываясь, меняешь его на этот… Отдаешь его тому, кому он нужен, берешь у него этот товар, всем необходимый, хотя он тебе, может, самому не нужен. А потом уже этот товар меняешь на то, что тебе нужно, на торт, да? Таким товаром или в качестве денег различные товары выступали, ну, это, наверное, все знают, там и ракушки, и верблюды, и соль, и табак, и все, что угодно могло быть. Ну, исторически, то есть, конкуренцию среди таких товарных денег выиграли серебро и золото. То есть, деньги были золотыми. Ну, вот, например, полсоверена, да? Такие деньги были. Вот. На эту монетку, что 200 лет назад можно было купить, что сейчас, сейчас даже можно больше. Если вы вспомните любую фиатную валюту, например, царские бумажные деньги, что вы можете на них купить? Ничего. Советские бумажные деньги? Ничего. Украинские купоны? Ничего. Если мы говорим об украинской гривне, то через какое-то время, это может быть 5, 10 лет или 50, но это тоже, вы ничего не купите за украинскую гривну. То есть, придется им выдумывать что-то другое. Так вот, в чем мы с товарных денег? Ну, допустим, с золотых. В том, что с ростом экономики вы на одно и то же количество таких денег можете купить, покупать все больше и больше. Ну, в чем смысл вообще экономического развития? Производится все больше и больше товаров и услуг, и все больше и больше товаров и услуг людям доступно. То есть, если вы получаете там 5 саверенов, да, зарплату, то у вас все время зарплата 5 саверенов, но вы с каждым годом на них покупаете все больше и больше, потому что товаров и услуг производится больше и больше за счет повышения производительности, развития экономики. И как раз если мы возвращаемся сейчас к пенсионерам, если у пенсионера полсаверена заработная пенсия, допустим, кстати, полсаверена, это сейчас, если только в золоте, то получается 250 долларов, допустим, то пенсионер будет получать, то есть покупать на эти деньги, на эту свою пенсию все больше и больше с каждым месяцем и с каждым годом. И в этом смысле я всегда говорю, что именно так, когда есть же такой расхожий термин, что молодое поколение должно содержать старшее поколение. Но сейчас это предполагается, что молодого поколения нужно отнимать в виде налогов, сборов, там еще каких-то и отдавать старшему поколению. Если же мы говорим о товарных деньгах, то все было бы намного иначе. То есть пенсионер, ну в смысле человек работает, делает сбережения всю свою жизнь. И даже если он никуда не инвестирует, то есть не в компанию, то есть нет, он не создает себе пассивного дохода, ну сберег вот в таких нормальных деньгах себе какую-то сумму. Так вот, эта сумма у этого пенсионера не закончится никогда. Потому что на одну и ту же единицу таких денег он каждый месяц, каждый год будет покупать все больше и больше. То есть он получается, то есть если он какую-то сумму тратит каждый месяц, чтобы покупать то же самое каждый месяц, ему каждый месяц нужно тратить меньше, меньше, меньше. Если мы так нарисуем экспоненту, его никогда не закончится. А откуда же получаются товары и услуги, которые он потребляет? Вот как раз в этом случае молодое поколение содержит старшее. Потому что молодое поколение работает, повышает производительность труда, благодаря этому производится все больше и больше товаров и услуг. Поэтому больше и больше товаров и услуг достается пенсионерам за все меньше и меньше количество денег. Вот. Это краткая такая теория денег. Я такой экскурс дал небольшой. Теперь мы возвращаемся к фиатной валюте. В свое время государства решили ну, опять же, почему решили, потому что государству всегда нужны деньги. Если деньги золотые, то, ну, а где их брать, да? Собирать через налоги, все это сложно. Говорят, а давайте мы просто будем, скажем, что не золотые деньги будут, а бумажные, мы будем печатать, всеми будут пользоваться, и мы себе можем напечатать сколько угодно. Вот когда мы говорим сейчас о дефиците бюджета, то это что это означает? То есть если не хватает там 10 миллиардов гривен, допустим, это значит, что просто 10 миллиардов допечатывается национальным банком для правительства. Ну, не все 10 миллиардов могут часть одолжить, но какая разница, потом все равно это нужно возвращать, то есть деньги печатать все равно приходится. И очень удобно, то есть, ну, нет денег на какие-то расходы, ну, вот напечатали, нужно выиграть выборы, давайте мы повысим пенсию пенсионерам, да, где возьмем деньги? Ну, напечатаем и все, какие проблемы. Но, с одной стороны, вроде бы, а что в этом плохого? Ну, здесь нужно понимать, что если бы вновь напечатанные деньги раздавали всем пропорционально гражданам страны, то никто бы не пострадал. Но и смысла бы в этом не было, потому что все бы к чему-то привело, это к росту цен на соответствующее количество. Ну, то есть, если напечатали в два раза больше денег, чем есть, то просто цены в два раза выросли, и у каждого, да, в два раза больше денег, но купить он может столько же, сколько и раньше. И в этом нет смысла. А смысл появляется, когда, ну, во-первых, невозможно всем сразу раздать, на всяком случае, пока гривна в таком, технологически сделана так, как она сейчас выглядит. Поэтому деньги всегда выдаются, ну, впрыскиваются в экономику, условно говоря, через какие-то точки. Ну, через какие точки? Когда напечатали деньги, куда это идет? Идет там в какой-то, в банке, в коммерческе, приближенные к Национальному банку, да, по знакомству, они выдают там кредиты, допустим, тоже своим, или своим компаниям, руководство банка, или тоже там приближенным. И деньги появляются вот в этих точках. И те, кто их получил, они имеют возможность покупать за эти деньги, ну, по существующим, по старым ценам все. И затем деньги распространяются в экономике, экономика видит, что денег становится больше, цены начинают расти. И когда не дойдут до тех, кто получает деньги раз в месяц, то есть если это не предприниматели, приближенные к правительству, а пенсионеры, наемные работники, то когда деньги новые попадут, дойдут до них, и то не до всех, цены уже вырастут. Получается, что те, кто благодаря протекции государства получил первые эти деньги, стали богаче, потому что, ну, во-первых, у них деньги из воздуха появились, они накупили товаров и услуг на все эти деньги. А пенсионеры, наемные работники, для них просто цены повысились. Во-первых, цены начнут подниматься сразу, а они еще, у них старые зарплаты и пенсии, и они, получается, меньше могут покупать, их жизнь становится хуже. А когда деньги, эти до них дойдут, но они, в лучшем случае, вернутся к своему прежнему состоянию, но до этого момента они, получается, что жили хуже, чем были. Поэтому в этом смысле деньги фиатные ухудшают жизнь людей. Есть еще один момент, когда деньги таким образом впрыскиваются и кредитуется экономика за счет этих денег, это приводит к экономическим кризисам, но это уже более длинный разговор. Ну, то есть в этом смысле, в любом случае, фиатные деньги ухудшают нашу жизнь. Нужно ли гривну менять на евро или на доллары, ну, переходить на евро или доллары? Ну, лучше переходить на товарные деньги, как я только что объяснил, да? Товарные деньги – это все, что угодно, что люди ценят, это может быть золото, серебро, криптовалюта, если люди посчитают, что это интересно, им нужно. То есть если, что такое товарные деньги? Вот если сейчас разрешить в качестве денег всем украинцам пользоваться чем угодно, чем хотите, тем и обменивайтесь, да, как деньгами. Вот то, что в результате, скажем, вот через год, через два мы увидим, чем люди начнут пользоваться, вот это и есть настоящие деньги. Может это золото, может, может соль будет, ну, соль вряд ли, да, может криптовалюта, может просто какие-то бумажные частные деньги, которые всеми уважаемая частная компания будет выпускать, неизвестно. Но то, чем они начнут пользоваться, но это точно будет не гривна. Вот. Да, то есть лучше перейти на товарные деньги, но если выбирать между гривной, евро или долларом, то, естественно, лучше выбрать евро или доллары. И еще лучше, ну, сейчас, кстати, уже неизвестно, но любые, в общем, евро или доллары, фунты можно выбрать. В том смысле, что это тоже фиатные валюты, но темпы потерями покупательной способности намного медленнее или ниже, чем у гривны. Потому что, смотрите, да, доллары печатаются, и в этом смысле их покупательная способность падает. Ну, то есть, если вы какую-то квартиру 20 лет назад могли купить там за 100 тысяч долларов, да, то сейчас такую же квартиру вы можете купить только, в словом говоря, за 200 тысяч долларов. Да, их печатают, но происходит как, что когда доллары попадают в так называемый пресловутый золотовалютный резерв Украины, да, то под эти доллары выпускаются, ну, должны под эти доллары выпускаться гривны. Но гривен выпускается больше, чем долларов. И поэтому получается, что рост денежной массы, долларов денежной массы, он происходит медленнее, чем рост денежной массы гривневой. И поэтому, почему, собственно, люди предпочитают в долларах хранить деньги? Потому что, они, конечно, не понимают, не знают монетарную теорию, но они видят, просто ощущают в своей деятельности реально, что если деньги лежат у них в гривне, то, как это они обычно говорят, ну, неважно, то есть, покупательная способность их падает, они очень мало потом могут купить через какое-то время. Если же деньги лежат в долларах, то они видят, что, да, может быть, покупательная способность падает, но не так быстро. То же самое с евро. Но, поэтому, да, лучше переключиться на доллары или евро. Но это не значит, что люди перестанут беднеть из-за этой фиатной валюты. Просто они будут беднеть не так быстро, как с гривной. Я даже к тому, что если, так, наверное, в таких вопросах нельзя делать, но если все сильно упростить, то у меня, например, доверие к ФРС американскому гораздо больше, чем к условной Гонтаревой или там Кириллу Шевченко, понимаете, которые, как вы сказали, недостаток бюджета, дефицит бюджета мы допечатаем. И все, и вопрос решен. То к ФРС гораздо больше доверия, и я понимаю, что там не будет таких вещей происходить, как у нас. И все люди, я думаю, тоже. Поэтому... Тут я, Денис, все-таки позволю себе не согласиться. Они действуют все точно так же. И печатают. В последнее время напечатали, возможно, даже увеличили денежную массу больше, чем украинская гривна. Ну, если до войны еще, потому что сейчас во время войны вообще сумасшедшими темпами печатаем. Но просто так уже получилось, что доллар находится в такой уникальной ситуации. Он является резервной валютой, пользуется... Его используют во всех странах мира практически. Поэтому, скажем так, если напечатать в два раза больше доллара, увеличить денежную массу в долларах в два раза, то собственники этих долларов, ну, люди, у которых есть эти доллары, пострадают меньше, чем в ситуации, когда то же самое сделать с гривной. потому что доллары, получается, что они распределяются по всему миру, и при том же самом увеличении денежной массы покупательная способность не так быстро падает, как у гривны. Поэтому только... А так, в принципе, они действуют абсолютно то же самое. Дефицит бюджета постоянно растет, они постоянно печатают, в ковиде напечатали огромное количество денег. И сейчас, я думаю, то, что вот даже пока, конечно, не очень большая помощь от Америки, ну, нет такого массированного ленд-лиза, да, поставки техники вооружения. Но если это начнется, то это начнется, то им придется печатать деньги, потому что им же нужно платить производителям всего этого вооружения. Поэтому они вскоре начнут печатать деньги. То есть они и сейчас печатают, но просто еще быстрее ускорятся. Но в любом случае, благодаря такой уникальной ситуации, вот снижение покупательной способности не так быстро у доллара происходит, поэтому ответ простой, если следует ли переключиться на доллар или евро, то с гривны. Для нашей экономики, что было бы полезно, то да, лучше переключаться или лучше переключаться по той же причине, по которой я сейчас сказал, на доллары. Потому что у евро тоже ареал обитания этой валюты ограничен, и поэтому увеличение денежной массы евро, оно более губительно сказывается на покупательной способности. Так, хорошо, тогда пойдем дальше. Ну, вы видите, большая дискуссия в обществе, вернее, не дискуссия, а недоумение, гнев и так далее по поводу мужчин и открытия границ, чтобы мужчины могли выезжать. Это же тоже, на мой взгляд, например, очень пагубно сказывается на экономике в том числе. И даже не потому, что мы сейчас даже, если даже не касаться вопроса справа и свободы человека, хотя это очень важно, потому что это принципиальный момент, если мы говорим о свободном государстве, даже во время войны, но это, на мой взгляд. Зарябичане там отправляли, по-моему, за 2021 год 15 миллиардов долларов или 20 вместе с моряками, там 10% ВВП получилось, все то, что отправили люди. А сейчас эти люди сидят как бы и не в армии, большинство, и работы нет в таких условиях, как сейчас в стране. Вот как вы можете это прокомментировать, свою оценку дать с точки зрения экономики? Ну, здесь все просто, это плохо влияет на экономику, тормозит ее рост, может вообще стагнацию загнать. Почему? Потому что, вообще, что такое рост экономики? Это, ну, начнем даже от печки, что такое благосостояние человека или богатство человека? Оно измеряется всегда тем количеством товаров и услуг, которые ему доступны. То есть, чем больше доступно количество товаров и услуг человеку, тем он состоятельнее, богаче, чем выше его уровень жизни. И когда мы говорим о росте экономики, то правильнее говорить именно с этой точки зрения. То есть, рост экономики – это увеличение количества товаров и услуг, доступных людям. То есть, их должно производиться все больше и больше. В этом смысле, такой рост экономики обеспечивается только двумя составляющими. Это разделение труда и накопление капитала. Не будем сейчас вдаваться в тонкости. Кому интересно, пусть приходит к нам учиться. Но просто поясню, что накопление капитала, под капиталом вообще понимает это средство производства. Вообще, все, что производит человек, но не потребляет, а то, что используется для производства других продуктов. То есть, станки, материалы, оборудование, сырье, там все, что угодно. Так вот, производительность труда увеличивается только благодаря накоплению капитала. Вот, допустим, производительность труда вашего сейчас по производству этого контента. Почему вы это можете сделать? Потому что кто-то когда-то накопил вот этот весь капитал. Вот, допустим, представьте, что стол, на котором там стоит компьютер, вы сначала должны были произвести сами. Ну, чтобы было, куда компьютер поставить. Я уже не говорю, что компьютер самому произвести, а там лампочки, электричество, как-то начать производить электроэнергию, одежду должны были для себя изготовить, обувь, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы для того, чтобы записать этот видеоролик, вам все это нужно было сначала сделать, сколько бы времени ушло у вас на производство этого ролика? А так как до этого кто-то это все производил, делал, создавал, накапливал, производительность труда в этом смысле, вот даже в данном конкретном примере, там колоссально, да, сел, нажал кнопочку, поговорили, все, готов. Да. То есть накопление капитала и разделение труда. Ну, опять же, разделение труда, вы не сами делаете стол, не сами делаете компьютер, не сами производите электричество, не сами производите одежду. То есть чем больше накапливается капитал, чем он быстрее накапливается, тем больше разделение труда, то есть чем больше людей участвует в производстве там чего-то, да, выполняя каждый свой какой-то элемент в этом производстве, тем быстрее и больше всего производится. Так вот, когда мы говорим о ограничении выезда, это значит что? Ну, во-первых, снижается разделение труда. То есть люди же почему переезжали через границу? Ну, допустим, перестали выпускать волонтеров, чтобы они там забрали машины, привезли сюда. Потому что разделение труда там производят, это отвозят, военно ее используют солдаты, чтобы там воевать. Вот оно разделение труда, поэтому быстро крошим расшистов. Правильно? А теперь нельзя выезжать, все, разделение труда нет. Значит что? Теперь нужно как-то производить из палок там, не знаю из чего, автомобиль какой-то деревянный, да? Когда он произведется и как на нем можно воевать? Ну, это такой отдельный пример в разделении труда. И накопление капитала. То есть люди не могут выехать, у них нет заработка. Это не только значит, что они не могут, не на что им жить, но они не могут ничего сберегать, инвестировать куда-то в ту же покупку машины. Так бы он работал, пожертвовал какие-то деньги, да? Бросились на эти сбережения, купили автомобиль. Но он этого тоже теперь не может делать. Потому что человек же никогда не потребляет 100% всегда своего дохода. Всегда идет разделение на текущее потребление и на будущее, то есть на сбережения. Сбережения могут просто деньги лежать, могут их там в банковскую систему отдать, чтобы они куда-то инвестировали. Сам может что-то инвестировать. Поэтому как только прекращается данный случай, люди не могут выехать и заработать, то если уже им наплевать, что ему не на что жить и нечего его семье кушать, да? Ну, хотя бы тогда побеспокоились о том, что он же ничего не инвестирует никуда. То есть не инвестирует в рост экономики, это значит меньше производится товаров и услуг, и все мы будем жить не только сейчас, но и в будущем хуже. Поэтому вот так в двух словах, да, любое ограничение перемещения в данном случае это влияет на, сделает разделение труда менее глубоким, ну и плюс не дает накапливать капитал, чтобы тоже ускорять рост экономики, да, влияет отрицательно. Ну, я скажу сразу, когда мы говорим о каком-то решении государства, о каком-то новом законе, распоряжении, то тут даже можно не спрашивать, это всегда ухудшает экономический рост и замедляет. Почему? Потому что что такое экономика? Это добровольное взаимодействие людей. Кто-то произвел шоколадку, кто-то произвел там видеоролик, где-то появились деньги, они между собой этим обменялись по той цене или потом в том соотношении, в котором договорились. Все счастливы. Тут приходит государство, чем оно может вообще помочь? Вот приходит государство к вам, сейчас вот чиновник в дверь постучится или позвонит, скажет, Денис, чем тебе помочь? Чем может чиновник помочь? Может помочь одним, что дать денег, перед этим зайти ко мне, отнять у меня немножко, чтобы отдать вам. Вот и все. И в этом случае всегда происходит торможение экономики. Ну, а запрет перемещения через границу это только частный случай. Тут, конечно, можно обязательно возникнуть вопрос, ну хорошо, что же делать? У нас же война, и кому-то надо воевать. Ну, во-первых, люди все равно не воюют. Те, кто не на фронте, просто им нельзя выезжать. Они все равно не воюют. И плюс не могут столько зарабатывать, чтобы, опять же, поддерживать фронт. Но все равно, если мы вернемся к вопросу, а кому воевать? Ну, смотрите, не возникает же вопрос, например, а кому тушить пожары, да? Или кому делать операции? Более того, не возникает вопроса, а кому там выполнять работу осенизатора, допустим, малоприятная работа. Вот почему таких вопросов не возникает? Потому что эти профессии работают в рынке, они оплачиваются. На них, соответственно, спрос и предложение устанавливают такую стоимость этого труда, что находится необходимое количество людей, которые эту работу выполняют. Поэтому, если мы говорим о том, кто же будет воевать, так вот нужно убрать социализм из этой области тоже, из области обороны. Тогда сложится нормальное соотношение спроса и предложения, установится нормальная стоимость этой работы, службы в армии, и будет иградаться, да, или в тылу ты там выполняешь какую-то парамилитарную функцию, да, или на передовой, то люди должны просто получать. И тогда не будет никаких недостатка в вооруженных силах, ну, то есть в живой силе. Вот, допустим, даже простой пример. Вот у нас вроде бы как есть такое мнение, что не хватает все-таки, да, военнослужащих, и поэтому нужно проводить мобилизацию, частичную или не частичную, и так далее. Но вот вы не замечали, что в России не возникает такой проблемы? Не возникает, да. Не возникает. А почему? Потому что нашим военнослужащим, и тут только тем, которые на передовой платят 3 тысячи долларов, а российским военнослужащим Путин платит 5 тысяч долларов. Ну, так может быть, платить нужно адекватно, и тогда не будет, и у него нет в этом случае, ну, он же не собирается билять мобилизацию полностью, а у него хватает, он под эти деньги, находятся добровольцы, желающие выполнять эту работу за эти деньги. У нас тоже, у нас патриоты все, потому что, ну, мы как бы вынуждены даже патриоты, даже кто не был патриотом Украины, то так как сейчас враг всех убивает, там, ракеты, взрывы, все уничтожается, понятно, что этого не хочется быть, поэтому, ну, не хочется, чтобы этого было, поэтому, ну, кто за победу, кто хочет, чтобы мы победили, да все хотят. Вопрос, и тут уже опять экономически, что все люди разные, у всех разная шкала предпочтений, и вот желание победить в войне у всех находится на разном уровне, то есть на разном уровне в том смысле, что чем он согласен пожертвовать ради этого. Потому что, спросите, вы хотите, чтобы, вы что, не хотите, чтобы мы победили? Ну, конечно, мы хотим, но вопрос, если спрашивать каждого человека, а какой ценой? Потому что, да, один человек хочет, ну, вот, у него это на такой, на таком уровне шкале ценности, что он вот первый день на передовую даже знает, что он погибнет, но он хочет там замочить хотя бы там трех расистов, ну, таким образом остановить. Другой, да, тоже хочет, желает, чтобы мы победили, и, ну, вот, склад характера такой, что такая шкала ценностей, что нет, на передовой нет, но вот во втором эшелоне я согласен там окопаться, обучаться, и если уже туда враг прорвется, тогда уже, да, я там ему буду давать отпор там с полным желанием. Третий, нет воевать там, или боюсь, или способности нет, или здоровья, но я согласен там волонтерить, ездить, возить на фронт все что угодно, причем возить туда тоже это опасно, да, он на этом согласен. Третий готов там давать половину своего дохода, ну, тем же волонтерам или на фронт, вот, и так далее. То есть у всех разная шкала в смысле, чем он готов пожертвовать. А есть люди, которые тоже хотят, чтобы Украина победила, но вот они вообще не согласны что-то делать, просто вы уехали в Европу, допустим, да, но это не значит, что они не хотят, чтобы Украина победила. То есть этого не изменить, ну, люди такие разные. И поэтому, если вы хотите, чтобы больше людей было согласно воевать непосредственно, значит, просто нужно вот этот критерий его оценки, или чем он готов пожертвовать, увеличить. То есть просто больше, если в деньгах это выражать, нужно просто больше платить, и все. Причем это один из аспектов экономических, просто мы там сейчас долго не будем на эту тему говорить, но всегда все опирается в экономику. И вот яркий пример. У Путина нет проблем с военнослужащими, потому что он там, ну, точно, он не точно оценил эту стоимость 5000 долларов, но вот он так оценил, и это как бы сработало. А у нас, видимо, не совсем точно оценили 3000, причем только для передовой. Где брать эти деньги, тоже другой вопрос, но другого пути решения нет. Либо, ну, вернее, другой путь решения какой, это сталинский режим, против чего мы всегда как бы критиковали и боролись, значит, всех на цепь, в окопы приковать к блиндажу, дать пулемет, и чтоб он умер, но как бы никуда не убежал. Вот это сталинский режим. Но вопрос, ну, для этого ли мы, этого ли мы хотим? Да, да. Это все равно, что мы брали, значит, деньги пожарным платить не хотим, да, поэтому вот когда пожар, туда мобилизуем силой кого-то в этот пожар, приковываем там к стропилам каким-то, да, и чтоб он стоял, тушил и не шагу назад. Ну, так же не делает, потому что мы так не делаем, поэтому пожары у нас тушатся. Да. Я думаю, что, ну, это было очень классное сравнение и пример. Это очень людям, многим должно хотя бы как-то открыть глаза. Кстати, у вас вообще прошлая власть или настоящая хоть раз приглашала на какой-то разговор, там, консультацию, не знаю, обсуждение? Были, если не секрет, какие-то контакты? Ну, да, если мы говорим о власти, о власти не совсем, но в предыдущие президентские выборы я работал с тремя кандидатами в президенты, которые, ну, потому что наш институт, кроме всего прочего, разрабатывает и различные программы ускоренного развития экономики, и были три кандидата в президенты, которые брали нашу программу, мы с ними работали, но по ряду причин они не добились успеха. Ну, опять же, потому, наверное, потому что программы предполагали, что все должны работать, а не на шару все получали. Что касается нынешней власти, ну, такого прямого, скажем, прямого диалога так, чтобы мы сидели, глаз на глаз с президентом не было, но через заместителей премьера, через премьера ряд положений мы, собственно, пытались притолкнуть, потому что, особенно в начале войны, потому что нужно было срочно что-то делать, иначе тут нас всех захватят. И одно из таких решений, допустим, которое нам удалось подтолкнуть, это как раз смена таможенных платежей в свое время. Но потом, как я уже сказал, государство расширяется, поэтому, как только все успокоилось о наших предложениях, о том, на чем мы настаивали и забыли, и быстренько начали все возвращать в исходное положение. Понял. И я хотел бы еще последний вопрос, но он очень важный, если можно детальнее остановиться, потому что я тоже все время у людей говорят, ну, хорошо, ты критикуешь, предлагай. И я все время одним из первых пунктов говорю, нужна тотальная приватизация. Всего. Особенно, как у нас очень любят говорить политики, журналисты, да и даже люди, они всегда... Ну, кроме стратегических. Я говорю, стратегические в первую очередь, то, что они называют стратегическими. И даже дороги частными должны быть и так далее. Вот что вы можете на это сказать? Потому что это очень важный момент. Просто соглашусь. Да, дороги должны быть частные. Вот мы же, когда мы говорим о просвещении, в том числе занимаемся переводом и изданием здесь в Украине на украинскую мову очень важной экономической литературы, вот, приватные дороги. Издали. Да, здесь абсолютно правы и не только приватизация, но и дерегуляция. То есть, это два таких столбов. Это приватизация и дерегуляция. Потому что снижение налогов или отмена налогов, ну, это важно, это, ну, очень важно, архиважно, но этого нельзя сделать, если такие расходы государственного бюджета. А убрать эти расходы государственного бюджета можно только дерегуляцией и приватизацией. Причем приватизировать нужно все, да, в том числе и банковскую систему. Ну, в том смысле, чтобы не было Национального банка Украины, были частные предприятия, частные банки и частные деньги. Ну, насколько до этого этапа можно дойти, и как быстро, это такой вопрос сложный. Но будем, если говорить практическим языком, условно говоря, реалистическим, да, то максимальная приватизация, максимальная дерегуляция. То есть, вот почему я, например, всегда противник того, ну, есть такая идея, как минимальная государство, да, чтобы оно там было, но там какие-то ограниченные функции, ограниченные расходы государственные и так далее должны быть. Ну, это такое очень большое заблуждение и путь в никуда. Потому что, смотрите, вот если кто-то скажет, не, ну как без налогов, необходимые минимальные налоги, вот нужно снизить до 30% налоговую нагрузку в Украине. Хорошо, а почему не до 29, допустим, да, или до 28? Ну, это хватит, не хватит, нужно все-таки, чтобы все налоги были. Но тогда у меня встречный вопрос. Хорошо, а Гетманцев хочет, чтобы было 45? Может быть, он прав тогда? Может, вы не правы, да, что хотите 30? Можно 45? Он скажет, ну вот, а там в какой-то европейской стране, там покажет пальцы, а у них 55, а у нас, смотрите, 45. Для нас это как раз оптимально, даже меньше, чем у них. Он скажет, я снизил налоги. Поэтому это путь никуда, если предположить, что к власти пришли пролиберальные силы, в любом случае это будет одна и несколько, и тогда вместо того, чтобы снижать налоги, снижать регулирование, снижать, проводить приватизацию, они будут спорить, нужно там 30, 29 или 32, и о чем не договорятся. То есть подход должен быть такой, снижаем налоги постоянно. То есть есть возможность снижать до 30, снизили. Есть возможность снижать до 28, снизили. Есть возможность до 17, снизили. То есть как только мы будем говорить, что нет, должен быть какой-то там чуть выше, то это сразу тупик. Ну а для того, чтобы снижать, нужно проводить приватизацию, дерегуляцию. То есть если мы не будем содержать медицинскую систему, образование, пенсионную систему, то у нас как раз останется 10% государственных расходов и то на армию. Причем, ну хорошо, если вы говорите, что налоги нужны, нужны расходы, и когда людей начинаешь убеждать и по пенсиям, и по медицине, и по образованию, и по прочим вещам, люди даже как-то начинают соглашаться, но у них сразу такой стоит барьер, и они начинают перескакивать. Ну а как без армии, да? Особенно сейчас, вся же война. Ну так хорошо, давайте весь бюджет отдадим армию, я не против. Ну почему мы там какие-то проводим, что-то там для ковида, какие-то там эксперименты проводим сейчас, да? Какие-то выдаем гранты на, не знаю, на теплицы или еще. Если у вас армия, это важно, и никто не спорит сейчас. Давайте весь бюджет, который сейчас есть, отдадим армию. И нет вопросов тогда. А потом, когда война закончится, выиграем, в армии не надо будет столько денег, мы уменьшим их содержание, и тогда мы сократим государственные расходы до 10-5%, до сколько угодно, и может быть совсем уберем. Поэтому, я как бы слишком начал подробно, то ответ на ваш простой вопрос, да, нужна полная приватизация, и плюс к этому обязательно дерегуляция. Потому что без дерегуляции не получится. Ну что значит приватизировать? Можно приватизировать, но так зарегулировать, что это фактически будет никакое не частное предприятие. Вот возьмем нацистскую Германию. Там же все частное было, да? Но на самом деле, любому предприятию или компании, там сидел представитель министерства, говорил, что производить, кому это продавать, по какой цене, какую зарплату платить, какой должен быть штат. Фактически государство этим все управляет. Не было никакой разницы между Советским Союзом и нацистской Германией. Просто внешне такой антураж был. Там в Советском Союзе официально все это управлялось государством и принадлежало государству. А там вроде бы это принадлежало частным лицам, и вроде бы оно было частным, но по факту, если государство всем этим распоряжается, то это и принадлежит государству. Поэтому, да, можно провести полную приватизацию, но так все зарегулировать, что по-прежнему будет премьер-министр и президент управлять каждым чихом каждой аптеки или, не знаю, няне, которая на дому. Это фактически будет государство. Поэтому дирегуляция и приватизация. А вы выступаете за замену НДС на налог на продажи или вы вообще без ничего? Как вы это видите? Потому что я считаю, что НДС, ну, не то, что я считаю, это очевидно, что НДС это самый коррупционный налог и вообще маразм. Его нужно заменить на налог на продажи. С продаж. Ну, такой, вообще, ну, не то, что я выступаю, за что. Если мы почитаем экономическую теорию, вот, кстати, раз уже вы говорите, что мы тут просвещением сейчас занимаемся, да, вот я всем советую, все должны прочитать. Людвиг фон Мизес, человеческая деятельность, трактат по экономической теории. Вот вся экономическая теория, она, то есть, вот эта исходная точка, откуда все остальные теории, монетарная теория, вернее, денежная, все прочие, теория обмена, все исходится из этой книги. Поэтому, не я говорю по поводу налогов, а экономическая теория говорит, что любой налог, это торможение экономического роста, ухудшение жизни людей, всех людей. Поэтому, в этом смысле, если налогов не будет, то все мы будем жить лучше. Но, если говорить о практических, о каком-то практическом применении, то есть, о нашей сегодняшней ситуации, ну, тут может быть два варианта. Все-таки, я считаю, что самый лучший вариант, это просто отменять и, то есть, сокращать налоговые ставки, а еще лучше полностью отменять какие-то конкретные налоги. Вот, например, налог на прибыль, отмените все. Не заменять чем-то там. То есть, я противник того, чтобы существующую налоговую систему полностью поменять на какое-то другое. Особенно, когда утверждается при этом, ну, в качестве аргумента, есть много, ну, как много, несколько вариантов, как бы, новых налоговых систем, их авторы всегда доказывают их состоятельность тем, что налоговое поступление не уменьшится. То есть, вроде бы оно станет лучше, но налоговое поступление, тогда зачем это делать? Потому что торможение экономики определяется не конкретными налогами, а общей налоговой нагрузкой на экономику. То есть, если у вас поступления такие же, значит, для экономики ничего не улучшится. Меняя какие-то налоги одни на другие, вы просто облегчаете жизнь, ну, каким-то одним людям, но одновременно ухудшаете другим. Иначе нельзя сохранить ту же самую налоговую нагрузку. В принципе, но если вы где-то уменьшаете налоги, с кого-то, сбор налогов, значит, с кого-то они, естественно, увеличатся. поэтому я противник перехода на какую-то полностью другую систему. Самый разумный вариант это или сокращать налоговые ставки, допустим, НДС снизить до 10%. Не очень это большое будет, что-то изменит, но, в принципе, облегчит жизнь всем. Пусть они значительно. А еще лучше отменить, отмените там, вот есть какие-то там налог экологический какой-то, давайте отменим. Или там транспортный сбор, раз, отменили. Или там налог на прибыль, просто отменили. И все. Тогда это будет реально улучшение. Но единственное, что в этом смысле требуется, чтобы не вводили каких-то других налогов. Потому что они могут отменить налог на прибыль, ну, ввести там, не знаю, какое-то дополнительное страхование на заработную плату, допустим. И какой-то такой смысл. В этом смысле еще лучшим вариантом выглядит, когда мы просто фиксируем, оно, кстати, самое безболезненное, и самое действенное. Если зафиксировать государственные расходы в номинальной величине. Вот посмотрите, какие у нас сейчас государственные расходы. Посмотрели там столько-то триллионов, полтора, или сколько-то, три. Зафиксировали. И все. Экономика будет расти, она не может не расти в любом случае, она просто может расти быстрее или медленнее. Экономика растет. В этом смысле налоговые поступления будут увеличиваться. Значит, их нужно сокращать с той целью, чтобы общий сбор налогов и, соответственно, государственные расходы не росли, оставались такими же. В результате, через какое-то время у нас экономика будет в пять раз больше экономики США, и эти налоги, которые останутся, налоговая нагрузка, то есть процентом отношения будут просто уменьшаться, уменьшаться, садиться к нулю. Ну, то есть, если мы ограничим государственные расходы, зафиксируем, то автоматически придется, ну, вынужденно придется или снижать, или отменять существующие налоги, ну, чтобы налоговую нагрузку в номинальном выражении сохранять. Вот такой вариант. Если мы говорим о переходе совсем на другую налоговую систему, от которой был бы смысл, это перейти на налоговую физических лиц. То есть не облагать бизнес, не облагать вообще какую-либо деятельность, не облагать ничего. Просто, условно говоря, вот в год каждый человек, каждый гражданин Украины платит какую-то сумму налогов. Все. Вот это будет самый действенный путь в том смысле, что тогда у людей, во-первых, возникнет вопрос, а вдруг зачем? Зачем это? Почему я плачу? И где это все? Куда я плачу? И тогда начнет работать механизм, что тогда уже все люди будут согласны, что налоги нужно снижать. И вот этот уже, условно говоря, подушный налог уже будут все стремиться снижать. И мы опять начнем снижать налоговую нагрузку на экономику. То есть если... В США работает, в частности во Флориде, вот там же через предприятия пропускаются деньги, но когда вы их выводите, вы уже дальше как физическое лицо все делаете. Да. Ну, во-первых, все-таки там бизнес облагается налогом, в разных штатах по-разному, но все равно бизнес облагается налогом. Но даже когда вот тот вариант, когда физические лица как облагаются в США, все равно это облагается деятельность, потому что размер налога же определяется с тем, какой у вас доход. Правильно? А это значит, чем больше вы действуете, чем больше вы проводите деятельность, получаете... И больше платите... Прогрессивная, да? Прогрессивная скала. Ну, нет, ставка там может быть... Ну, она там прогрессивна, но она может быть и фиксирована, то есть плоская, но это не изменяет ситуацию. Тот налог, о котором я говорю, это в номинальном выражении. Словно говоря, каждый платит там 3 тысячи гривен в месяц, или 5 тысяч гривен. Ну, то есть, это уже не важно, кстати, сколько. Главное, чтобы все одинаково платили какую-то сумму денег. Не важно. То есть зарабатываешь ты там 20 тысяч гривен в месяц, или там... Нет, это, что в Америке прогрессивная система. То, что вы предлагаете по-другому, я понимаю. Просто фиксирована сумма. Ну, все живем в стране, и все пользуются какими-то благами в равных условиях. Ну, если это можно называть общественными благами, с чем я не согласен. Ну, значит, платим равную сумму, и все пользуемся. То, что кто-то зарабатывает больше, и в результате ему остается больше, но честь и хвала, зарабатывайте больше, делайте больше. То, что он зарабатывает больше, это он больше... Если мы говорим, что есть уже такая сущность общества, хотя, опять же, это не так, но если такими термиями оперировать, чем больше человек зарабатывает, тем больше он благ приносит обществу. Вот есть же такое желание бороться с надприбутками предпринимателей. Что такое вообще прибыль, во-первых? Это когда предприниматель взял, условно говоря, у общества одно количество ресурсов, а произвел другое, и вот у него есть какая-то разница. То есть он израсходовал меньше ценности, а произвел больше. То есть он увеличил богатство общества. И получается, что чем больше прибыли у предпринимателя, тем больше он произвел товаров и услуг нужным обществу, тем он сделал всех богаче. Причем в этой ситуации становятся богаче даже не только те, кто лучше всех работают в этом смысле, но и те, кто похуже работают. Все равно благодаря тому, что есть более продуктивные люди, они становятся богаче. Более того, даже те, кто вообще не работают, даже они становятся в этом случае богаче. То есть если у кого-то в обществе есть прибыль, надприбыль, то те, кто не работает и вообще ничего не зарабатывает, они становятся богаче. В этом случае опять я часто привожу яркий пример, что бомжи в Советском Союзе жили там в миллион раз хуже, чем бомжи в Соединенных Штатах Америки. Потому что там производительность труда выше, там прибыли и там сверхприбыли. Более того, даже тяжело работающие люди в Советском Союзе, рабочие, жили хуже, чем бомжи в Америке. То есть кто ходит там в джинсах, в кроссовках, пьет баночное пиво, бомж там. Когда даже ночует в ночлежках так называемых, то там у него кровать, условия и кондиционер лучше, чем в тех ужасных условиях, в которых в Советском Союзе жили люди, которые там работали целыми днями. Даже возьмите примеры Украины. Если кто-то еще помнит, как выглядели бомжи, допустим, в Советском Союзе в Украине или в начале Новой Украины, и сравните нынешних бомжей. То есть они пропитаны потом и порваны. А сейчас, извините, вместе в джинсах, в модной рубашке, там немытые, запах, но то, в чем они одеты, это мечта советского человека была. Сидят со смартфонами, сидят там что-то, кто-то сидит, краски масляные. Я помню в свое время, чтобы жене купить, там в Санкт-Петербург летал, чтобы краски купить масляные. Он сидит там на мольберте себе что-то рисует. Ну вот он уровень жизни. Поэтому, когда мы говорим о прибыли, надо радоваться чужой прибыли. Лучше, конечно, чтобы она была и у вас, тогда вы будете жить, конечно, еще лучше, да, ваша жизнь будет лучше, быстрее уровень жизни расти. Но если вы даже ничего не делаете или делаете спустя рукава, если вокруг вас люди продуктивно работают, получают прибыль, то вы живете лучше. Вот и все. Да. Спасибо. Я думаю, для первого разговора достаточно будет для людей переварить информацию, чтобы их не перегрузить. Потому что и так очень много для размышлений. Вы поломали очень много догм, а наши люди, к сожалению, живут догмами в подавляющем стоимости, особенно в экономике. Это факт. Потому что наша цель института в том числе и развенчивать мифы и заблуждения. Поэтому так и должно быть. Да, я призываю всех поинтересоваться вашим институтом, подписаться на ваш YouTube-канал. Ссылку я обязательно поставлю тоже. На Facebook будет полезно. Я там чаще пишу. Поставим и на Facebook, значит, ссылку. Ну, на личную страницу. Да, 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 я поставлю. Хорошо. Хорошо, Михаил. Большое спасибо вам за это. Вам спасибо. Хорошее интервью. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok